Всем привет! Вы на канале Вифория и сегодня мы будем проводить распаковку растений, большого количества растений в новом месте. Это мой магазин, который находится сейчас еще в процессе обустройства. Здесь еще не готово все, но потихонечку растения сюда переезжают. И для одесситов информация, если вы вдруг что-то присмотрели, что-то хотите приобрести, уже можно подъехать сюда на Успенскую 24 и забрать свое растение именно уже с магазин. Но мы работаем еще в таком нетестовом режиме, как бы мы здесь работаем, но еще не открыты, официально не открыты. Здесь еще нужно очень много дорабатывать, мебель и все остальное. Поэтому распаковка и растения уже потихонечку переезжают и находятся здесь. Поэтому сегодня мы будем распаковку вот этих четырех коробок. распаковка большая, как всегда видео будет длинное, растений шикарных очень много. И мы будем потихонечку каждую коробочку открывать, смотреть. Я буду открывать, показывать, потом буду отдельно все растения крупным планом вам показывать. И цены я буду подписывать на видео для удобства. И начинаем, начинаем распаковочку. Так, ну возьму со средней коробочки. Так, хорошо. Упаковывает уже даже в такие смягчители. Это какой-то не солома, но что-то уже убираю. Так, убираю. И это уже радует, потому что уже как бы растением должно быть более комфортнее. Ага, вот что здесь у нас. Здесь у нас интересное растение. Я с ним не сталкивалась ранее, но оно мне очень понравилось визуально. Это банан. Это красный банан. У него красные такие бордовые листья. И он очень яркий и красивый. Серединка у него салатово-бордовая. Я сейчас немножко переставлю камеру, чтобы вам крупнее было видно. Мне непривычно очень и не совсем удобно, потому что еще не обустроено все. Ни для съемки, ни для... Ну вообще. Вот, поэтому я как-то так буду приспосабливаться, ну и как-то вам показываю. Так, вот такой яркий экземпляр. Банан. Ред какой-то там ред. В общем, красный это банан. Он вырастает где-то метра два-три. И он не вырастает огромным, он вырастает средним, но он очень яркий в своей раскраске. Вот, посмотрите, какой лист. И он такой себе сантиметров семьдесят. Крупненький. Ну и их здесь будет несколько. Я пару штучек покажу и буду распаковывать за кадром, чтобы вам не было нудно смотреть одно и то же. Хотя, тут каждый лист, он разный. И каждый горшочек отличается. Вот такая вот у него раскраска. Этот лист был очень красивый, такой пятнистый, но он, видать, будет мне потихонечку отмирать. Вот, а вот этот только раскручивается. Не буду его трогать. Вот, смотрите, какой красивейший лист. Банан очень яркий. Такой салатово-бордовый. Не было таких раньше. Это первый раз появился. Видать, пошел сезон на это растение. Потому что у него достаточно появилось и разных размеров. Я заказала. В следующий раз мне придет еще очень большой. Вот какой он красивый. Там вот у него идет листик. Еще один этот, интересно, он раскручивается. Яркий, яркий. Если кто хочет какую-то экзотику в дом, причем очень и яркую, и пеструю, то вот этот банан в самый раз. Вот так вот. Так, золотой крокодил. У меня его спрашивали и не раз. И вот наконец-то у нас они появились. Кстати, он редко появляется. Он за все это время появился первый раз. И, кстати, больше я его уже не вижу. То есть такие предложения бывают иногда. Поэтому я его взяла в достаточном количестве. И он готов. Готов к продаже. Вот такой красивый. Он не маленький. Он достаточно такого пышного, хорошего размера. Это не два-три листика. Тут такой пышный кустик. Горшочек здесь то ли 19-й, то ли 17-й, то ли 19-й. Горшочек не маленький абсолютно. Единственное, что не знаю, насколько нужно ли ему вот такой горшок большой. Но горшок большой. Я не знаю, заполнен ли он корнями полностью. Либо это просто маркетинговый ход. Потому что чем больше горшок, тем больше цена. Не всегда соответствует размеру растения, виду и так далее. Но идет в основном по горшкам. Они меряют его размер. Но здесь растение пышное большое. Листики большие достаточно. А горшочек тоже большой. Но надо смотреть. Возможно, его корни где-то наполовину. И в любом случае надо пересаживать. В любом случае. Поэтому красивый, пышный. Молотые. филодендра растение крепкое здесь по-моему даже есть детки вот такой вот он красивенький яркий очень у меня он стоит на окне и весь под загорел у него получается края листьев такие розовые с розовым подпалом здесь я тоже вижу какие розоватые края то есть он еще загорает очень красивым ну и молодой лист у него тоже выходит розово-кремового цвета там асфинантус ох какая прелесть очень симпатичный такой интересная кучеряшка такая интересная достаточно такое длинненькая немаленькая вот такая вот кудряшка это микс я не помню их названий я как всегда буду подписывать а вот они в миксе идут поэтому это с финантус и и все дальше тоже он же симпатичный к у него такие листочки с интересным неленькие тоже вот такой вот это микс давно хотела их взять все все а каждый раз откладывала вот уже решилась так ну и теперь мне нужно до других растений это красавица афиландра у меня такая white wash а это не помню и разновидность как называется обычная афиландра очень яркое растение цветущий цветет вот такими интересными желтенькими цветочками тут несколько бутончиков у нее прекрасная тьма и яркий вид украсит любой подоконник любой интерьер очень яркие листики очень и такие не кожистые жесткие плотные глянцевые красивые и несколько штучек будем открывать даже несколько бутончиков то есть где-то один и это больше кто любит растения как сказать декоративно-лиственные а здесь о она декоративно-лиственное еще и цветущие и и в этой и красивая но в в листочках и цветочках и ну я не знаю как она может не нравится но очень красивая вот такой вот соцветием афиландра она мне очень нравится я когда купил белую white wash я поняла что мне это растение зашло и понравилось и поэтому я захотела еще другого вида и цветущие а дальше у меня филодендрон 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 майо майо или майо или майо не знаю как правильно ставить филодорение его название растение крупное с крупными листьями смотрите какие листья красивые крупненькие оно я так понимаю стелящиеся у меня такого нет но мне оно очень нравится потому что такая интересная форма листа резная и крупные ну филодендрон есть филодендрон он не может и нравится так так и еще скинантуз мне так нравится как эти пудряшки расправляются когда когда снимаешь с него пакетик оп 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 красивейшее растение кудрявые 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 ну в общем такая экзотика закрученные 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 листочки супер интересные вечно столько мусора и грязи я думаю что это моя будет последняя распаковка дальше я уже буду показывать вам растения распакованные и красиво расправленные и уже будем рассматривать красивые растения по полочкам хотя может многие любят смотреть именно распаковки вот какой он пышный растения приезжают такие все влажные мокрые в связи наверное с жарой их как-то увлажняют вот такое растение филодендрон майо или майо вот так вот оно выглядит филодендрон яркий красивый и дальше астрилантус вот такой вот красавчик последний филодендрон в этой коробочке в этой коробочке со сломанным листиком к сожалению к сожалению есть и такие потери вот вот так вот вот так вот а следующая посылочка у меня уже не будет в коробках будет она ехать на тролли и и все растения будут полной сохранности целостности и я это очень рада потому что будет ехать очень много крупномеров и очень много растений в принципе поэтому они будут ехать у меня в коробках и приедут все в красивом целом состоянии здесь будут растения снова не все еще я распаковала и дракончик не весь и будут повторяться растения но должны быть и другие да ну давайте я вам покажу сначала какие-то другие так сакси фрага сакси фрага я не знаю кто знает шутка наверное да очень хорошенькая симпатичненькая такое растеница такое яркое бело-розовое и у нее усики и вот так дальше она себе растет есть листики которые испортились подгнили в этой влажности все мокрое приехала приехала мокрая но все-таки едет дня 4 и это для растения срок вот когда допустим от меня идет растение по украине это сутки максимум и если допустим я его жара конечно сейчас я бывает что листики обрызгиваю перед отправкой то это ничего страшного это растению поможет как-то доехать вот а когда она едет дня 4 и листики у нее у нее у растения вот такие опушенные то влага это ни к чему вот такая вот хорошенькая красота пока поставлю сюда еще вот это какие-то нижние листики только испортились так в целом в целом растение нормальное хорошенькое вот такое так здесь у меня еще хоя фламинго у меня последнее время что-то много всяких фламинго вот вот такая мосюсенькая хорошенькая у нее листики когда выходят молоденькие они прямо розовые розовые вот такие вот в мосюсенькие в горшочках пятый или шестой вот такие вот хорошенькие хоечки кстати мне говорили почему я беру все время крупные растения и никогда не беру маленьких чтобы было более доступно взяла маленькие беру я и маленькие очень яркая хоечка и вот пошел ростик стрелочка поэтому она активненько растет еще вот такая вот крошечка растущая яркая остренькая дальше у меня снова филандра яркая красота пышная все они такие увлажненные мокренькие ну вот допустим для этого растения жестким листом гладким жестким да можно можно и увлажнить а вот для вот этого конечно лишнее ну может быть его и не увлажняли просто уже здесь все увлажненное поэтому и ему попало ламинго ламинго вот такие крошки такие молодые листочки у него шикарные розовые красивые и дальше у меня крокодилов много крокодилов когда-то я свой покупала крошечным очень махухоньким таким и он у меня еще такими не вырос вот до такого размера он еще растет хотя он мне безумно нравится особенно как загорает вот а эти уже такие хорошие кустики вот молодой лист у них такой кремово коричневый интересное растение название я напишу чтобы не ошибиться но оно огромное и безумно красивое ножницы очень неудобно на полу стола нет так как было у меня там но ничего это все поправимо пока у меня распаковка будет как говорится в спартанских условиях на полу на полу среди опилок среди грунта ну ничего в красоте растений на красоту растений это никак не влияет вот посмотрите какая красотища красотища так это растение боливианум леписмиум леписмиум боливианум боже язык можно сломать вот я думаю что это что-то из репсалисов или какая-то разновидность но красота огромный огромнейший так вот так и так дальше распаковываем здесь у меня что-то крупненькое а именно это колотея колотея арбифолия сейчас попробую колотея колотея мокрая мокрая вся вот красота трубочки новые красивая свеженькая мокрая красоточка чуть-чуть все вывалилось да конечно вот этот грунт это просто у меня убивает когда он вываливается какая-то грязь вся вокруг раздражает смотрите какая красивая пышная большая крупная а две так здесь агланема большая есть есть немножко листики смятые но это агланема заказано и завтра она поедет в новый дом сейчас сейчас я верну грунт на место пышная конечно у нее такая расцветка листа интересная середина такая серебром и по краешку зелененькая есть такие еще и с беленькими прижелтыми яркая пестрый сорт такой хоть и зелененький но пестрый единственное что была на самом дне как видите и есть поврежденные листики ну их много на пышность они никак не повлияют у меня арбифолии 3 даже 3 это хорошо очень пышная такая прям классная она приезжает такая вот поднятыми листиками поставишь ее и она их так красиво разворачивает но это шкалопейка они днем листики поворачивают к солнышку а ночью их подымают так и следующие коробочки в этих коробках уже будут крупномеры а главное мы все яркое все красивое так что так что приятного просмотра дальше и я бы хотела чтобы вы мне сказали нравится вам видео в виде распаковки или вам больше нравится уже смотреть на растения которые достали из упаковки и красивенько стоят какой формат видео вам больше нравится сама распаковка или уже красивые растения свеженькие аккуратненькие без вот этого грунта без бумаги шелеста и так далее ну в общем подскажите мне какие видео больше готовить для вас так что у нас здесь здесь что-то очень интересное я не помню чтоб я это заказывала вот что самое интересное вот что это так так я поверну сейчас немножко камеру вот так а что это за друг почему мне его положили бывает еще такое что я где-то ошибочно ставлю плюсик или галочку и сама того не ожидая получаю какие-то растения которые в итоге мне потом нравятся хотя я их заказала случайно ну это что-то очень интересное что это что это за друг я буду смотреть где что я где что я не так поставила ну интересный товарищ а здесь у нас будет сейчас монстера баригатная и я очень надеюсь что она будет красивая и целая потому что как вы знаете монстеры баригатные не из дешевых и очень хочется чтоб они дошли в целости и сохранности монстерка молоденький листик ему надо оправиться потому что он замученный такой немножко примятый вот такая вот монстера просто пол листика молодая тоже красивая варигатность молодой листик но он такой и прямо только-только открывшийся и уже его конечно упаковали поэтому надо ему прийти себя расправиться ну хорошо что она это монстера сверху что она не на дне потому что и такое могут тоже сделать вот такая монстерка варигатность у нее тип не такая яркая но зато очень красивые уже резные листья молодой лист достаточно варигатный выходит белого много поэтому будет красиво ну должно быть красиво так здесь уже тоже ярко и варигатность хорошенькая Вот такая вот верхний лист, верхний лист такой себе слабенький, но эти листьево-регатные хорошие. Варегатность тоже хорошая, вот такая вот, и на молоденьком листе вот с этой стороны, вот варегатность. Ну вот, она молоденькая, и есть шансы, что регатность у нее будет ярче, если ей дать более хорошие условия для этого, то есть яркое освещение. Это самое главное. Ну, естественно, грунт, опора, это все сыграет только на пользу. Так, ну и поехали. Агланемки. Так, это, наверное, Кримсон Лап. Агланема. А может, нет, а может быть это, нет, это не Кримсон, это, наверное, Леопард, Пинк Леопард. Такая яркая, пестрая, Пинк Леопард. Так. А здесь что у нас? Тоже Пинк Леопард. Большой горшок, пышная, там растения раз, два, три, четыре, четыре, пять растений, потому что мне там трудно, то, что я посчитала там еще внутри. Вот такие яркие у нее листочки, молоденькие еще такие бледненькие, а вот, которые постарше уже такие ярче. Очень красивые. Такой яркий, красивый тротон. Очень, очень классный цвет у него, обалденный. Название я его подпишу. Тут такой он уже достаточно мощный ствол. И вот такая вот красота. Это очень красиво, очень ярко. Калатейки. Сейчас будем снимать. Вот такая калатейка. Ой, она такая классная. Она такая бархатная. У нее листья просто пушистые, даже не бархатные. Они прям покрыты волосками. Ее трогать одно удовольствие. Ну, трогать не обязательно, но приятно прикасаться к листикам. Так, по порядку. Это калатейя Марион. Она очень классная. Она, кстати, неприхотливая. Растет прекрасно. Выпускает новые трубочки. Неоднократно уже ее заказывала. Она очень хорошо себя проявляет. Вот такая вот красотка. И еще одну Анжелу. Потому что ту забрали. И такой красоты должно быть много калатейя Анжела. Ну, листья у нее, во-первых, она огромная. Огромнейшая. Листья у нее яркие. Обратная сторона такого бордового-фиолетового цвета. Очень красивая. Ой, она неподъемная. И что у нас тут еще? Еще. Ага. Это тоже. Агланема. Которая заказана. Название я не вспомню. Ну, такая шикарная, главная. Большая. Огромная. Огромный горшок. Здесь три больших пышных растения. И последняя коробочка. Здесь что-то высокое. Большое. Здесь высокие растения. Ух. Так, ну что тут по очереди сначала? Хавея. Ага. Вот такая вот хавея. Красота. Я покажу потом отдельно. И дальше это дипсис. Дипсис. Очень мне нравится это растение. Ну, елки-палки. Ну, как они упаковывают? Почему у них не придумывают что-то, чтобы грунт оставался в горшке? А не за горшком. Ну, классный дипсис. Он выше меня ростом. Сейчас покажу. Вот такой большой-большой. Вот такой большой-большой хавея и дипсис. Огромный. И дальше у нас Агланема. Агланема. Ой, красивая какая. Агланема. То ли дримкачер. Что-то такое. Дримкачер какой-то. Вот. И она с розовыми черешками. Это очень красиво. У нее полосатые листики. Листики в полосочку. Красивые. А черешки ярко-ярко-розовые. Смотрится это просто чудно. Красивая. Пышная очень. Их три. Ну, в продаже только две. Одна заказана. Ну, и к продаже возможно приобрести две. Вот. Смотрите, какая она яркая, красивая. На картинке даже не думала, что она такая будет яркая. Она намного красивее в жизни, чем на картинке. И дальше Агланема. Пинк леопард. Такие я ошиблась. Вот это все-таки Кримсон Лав. А вот это Пинк леопард. Потому что вот вижу, что Пинк леопард это вот эта Агланемка. Она отличается от той прилично. Вот. Так. Тоже. Пинк леопард. Яркая, большая. Несколько растений в горшке. Три, четыре. Два огромных и два маленьких растения в горшочке. Тоже Пинк леопард. Вот. Кримсон Лав последняя. Так. Все. Все запачкалось. В общем, распаковка закончилась. Сейчас я пройдусь по всем моим растениям, которые пришли. Ну и вы сможете их еще раз рассмотреть. Итак, смотрим, что приехала. Уже более детально. Калатейка. Марион. Такая вот яркая она. Большая. Это я не помню, как. Зовут. Попишу. Очень приятная, пушистый у нее листик. Отпушенный. Очень красивая. Калатейка. Интерьерная такая. Дальше яркий, прияркий картон. Очень красивый. Такой пестрый. Как же украсит любое помещение, любой интерьер. Калатейка. Анжела. Это вообще что-то невероятно красивое. Она у меня стояла на протяжении месяца полтора-два. Ни одного листа она не подсушила. И я очень ей довольна. И очень советую. Кто хочет калатейку и не знает, какую выбрать. Вот эта очень неприхотливая и невероятно красивая. Огромная. Она очень большая. Так. Dream Cutcher. Агланема. Вот такой у нее яркий лист. Цветение. Черешки очень яркие, красивые. Розовые. Просто. Ну, вот. Красота. Вот так. Смотрите, как красиво смотрится эта Агланема. Сам лист темно-зеленый, красивый, насыщенный. И ярко-розовые черешки. Все это подчеркивает. Ну, в общем, красота. Так. Дальше. Arbifolia. Ну, тут ничего говорить не нужно. Видно, какая она красотка. Пышная, большая. Аж, крупный лист. А монстера. Барригатная. Вот. Красивые монстерки. И банан красный. Red. Смотрите, какой у него цвет листа. Фиолетово-бордовый. И серединка вот такая салатовая. Он такой яркий, пестрый. И, кстати, он дает плоды съедобные, вкусные и очень полезные. Банан классный. Ну, он весь в этом, как и в лапилках, в которых ехал, поэтому есть такие белые пылинки на нем. Но лист очень красивый. Банан мне понравился очень. Дальше здесь пинг-леопард. Такое пестрое-пестрое-пестрое растение. На солнышке, на ярком он более пиквой малиновый становится пышные кусты, большие горшки, пышные кустики. Ну, уже по Агланемам поехали. Здесь Агланемы Кримсон Лав. Яркая, красивая. Вот этот экземпляр очень яркий. Человек красивейший. Очень красивая Агланема. И здесь две Агланемки зеленые. Невероятно красивые. Просто мощь такая. Они заказаны, не продаются. Вот, дальше. Это Филодендрон Майо. Такие резные листики. Крупный. Вот, крупненький. Их, по-моему, четыре горшочка. Дальше, дальше. Красота невероятная. Вот так вот он загорает красиво. Где, когда сильно много ярко света, он может вот так белеть. А когда ему нравится количество света, он так вот загорает. Такой красивый. Вот такие листы выдает кремовый. В общем, дракончик. В общем, дракончик. И крупный, крупный. Он крупненький. Дракончик шикарный. Эсхинантус. Вот такой красивенький. Кудряшка такая. Без цветов, но он красиво цветет. Хоя. Фламинго. Яркая, красивая хоя. Очень красивая хоя. Очень красивая хоя. Так, это секси-фрага. Секси-фрага. Не могу никак запомнить ее название. А у меня тоже этого растения не было. Но мне оно понравилось. Оно такое интересное. И думаю, что очень в коллекции смотрится красиво. Так. И дальше. Лепись миум боливианум. Вот его название. Если вдруг я неправильно произношу. Вот такая красота. Длинные очень у него эти листочки или что это. Или вайки. Или я не могу понять, как оно называется. Очень красивые. Вообще интересное растение такое. Так, хорошо. Под ним дальше. Афиландра. Которая вот так красиво цветет. И такая яркая она. Безумно красивое растение. И цветение, и лист, и все в нем красиво. Вот такая вот красота. А вот и в принципе все еще. Вот две пальмочки. Большие. Хавея и дипсис. Дипсис этот метр шестьдесят. Или даже метр семьдесят. Он может и больше. Вот. Хавея пониже. Ну вот так вот. Мои растения приехали. Конечно, они так стоять не будут. Это все временно у меня расставлено. Чтобы вам показать. У меня еще процесс установки стеллажей движется. Еще не закончен. Поэтому, так как здесь более благоприятные условия для растений. Здесь прохладно в зале. И есть кондиционер на случай жары. То мне пришлось их перевести. И пока они стоят вот как придется. Калладиумы вообще вот на окне. И получают солнечные лучи. Такая клумбочка. Красивая из калладиумов. Вот. Поэтому вот так. Маленькую занавесу я приоткрыла. Но еще не готова. Поэтому я потом запишу видео. С тем, как мы все здесь обустраивали. И как уже все получилось. И проведу экскурсию по магазину. А пока вот так. На быструю руку. Я сделала распаковочку. И думаю, что мне не совсем удобно их. Вот так распаковывать эти растения. Думаю, буду уже показывать вам вот так. Хотя скажите мне. Может вам нравятся распаковочки. Все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем рада. Пишите комментарии. Спрашивайте, что интересует. Цены я на видео должна подписать. Вот. И жду вас в своем телеграм-канале. Всем спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров. Т